Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами на православном портале Экзегет отвечаем на вопросы наших зрителей. Ну и вот один из таких часто вообще встречающихся вопросов можно свести к такому недоумению, который посещает современного человека, о том, кто такие инопланетяне. Существуют ли они вообще? Что это такое? Ну вопрос этот, казалось бы, не имеет отношения к Священному Писанию, но это только на первый взгляд. Ведь на самом деле мы с вами исповедуем православную веру и сейчас постоянно сталкиваюсь с тем, что какие-то вот такие вот догматические основы или лежащие в основе нашего миропонимания традиционные взгляды вступают в противоречие с теми мифологемами, которые внедряются в человеческое сознание. Мифологемы — это такие представления, системы представлений, которые воспринимаются человеком на веру. Если повторять что-то достаточно часто и из разных источников, то человек перестает критически воспринимать те вещи, о которых им постоянно говорят. Он начинает воспринимать их некритично, просто как какую-то данность, как предмет, который он само собой, как аксиому, воспринимать на веру. Вот из таких вот блоков, да, вот из таких вот мифологем, каких-то представлений, которые насаждаются в сознании современного человека, и складывается вот такое современное язычество, современное представление человека о мире, которое очень далеко отстоит от библейского. И это очень серьезным образом меняет вообще представление человека о себе, окружающем мире, о замысле Божьем, о промысле Божьем, об этом мире. И вот вопрос о бодопланетянах — это как раз-таки тоже такой вопрос, который на самом деле подрывает традиционные взгляды человека на этот мир и в то же время насаждает ему совершенно другие переживания и чувства. Ну, посмотрите действительно, к чему приводят вот все вот эти вот раздающиеся отовсюду, в особенности в нашей стране 90-е годы ознаменовались просто каким-то потоком вот этих сообщений, сведений, каких-то газетных уток, перепечаток каких-то статей, каких-то сляпанных на компьютерах фотографий, фантазиях художников, которые изображали все вот эти летающие тарелки всех этих инопланетян, распространилась даже появилась особая такая порода людей, так называемых контактеров, которые вступали в общение с инопланетным разумом, начинали вещать, пророчествовать от его имени, поучать человека. Ну, то есть вот какая-то просто обрушилась вот такая мутная волна, появилась псевдонаука, так называемая уфология, которая стала собирать и систематизировать все вот эти вот сведения об инопланетном разуме, якобы засекреченные пентагонами и прочими какими-то военными организациями, сбитые ими, захваченные летучие тарелки, и, так сказать, какие-нибудь там трупы обнаруженных инопланетян, которые кто-то там скрывал, изучал, рассматривал, но скрывает от широкой общественности эти добытые знания и сведения, для того, чтобы не позволить всем подряд контактировать и вообще иметь познание о других мирах. Ну, в общем-то, всего вот этого, к сожалению, прямо можно сказать, бреда в наше время оказалось только, что многие люди, ну, даже если не приняли в свою систему мировоззрения вот этого догмата о существовании инопланетянах, то, по крайней мере, не могут каким-то образом не учитывать его существование, не могут не обращать внимания на те представления, которые разделяют какие-то их знакомые и так далее. Ну, а тем более, что многие настолько загорелись, испытали такой инопланетный зуд в себе, что, в общем-то, не находили себе никакого покоя просто, пока наконец-то не пожмут зеленые лапки явившихся им инопланетян, так сказать, не поделятся с ними какой-то там их инопланетной внеземной мудростью, так сказать, не станут ее причастниками. И, в общем-то, немало людей, которые просто, конечно, и откровенно сошли с ума на всей вот этой вот волне. Ну, что тут сказать? На самом деле, здесь очень такой примечательный есть пример и образ известного ученого, академика Альберта Язефовича Вейника, академика Белорусской академии наук, физика, теоретика, который 30 лет посвятил изучению этой самой уфологии и пришел к очень интересным выводам и жизненной позиций. Альберт Язефович вообще подошел, как он сам и себе рассказывал, к вот этому вопросу первоначально, как ученый. Ну, сейчас я тут быстренько за две недели разберусь и разоблачу все эти бредни о летающих тарелках, сказал он сам себе, когда приступил к изучению уфологии. Это была первая стадия его научного интереса к этой теме. Дальше он прошел несколько других стадий. По мере накопления материала он убедился в том, что под всеми вот этими рассказами об этих явлениях лежит действительно какая-то имеющая место фактическая основа. Он начал относиться к этому уже не столь критично и действительно попытался систематизировать имеющееся светение о контактах с инопланетянами, вникнуть, изучить, сам как-то попытаться с ними контактировать. И то есть от такого первоначального отрицания пришел к принятию как раз-таки представление о том, что в мире множество других миров, которые населяют инопланетные существа, и, видимо, настало время для того, чтобы установить с ними контакт. Но это оказалось не последней, не заключительной фазой вот в таком изменении отношения Альберта Язефовича к предмету его научного интереса. Ну, помимо физики, которой он занимался и решением каких-то, в том числе, чисто практических проблем, которые стояли перед ним, как перед ученым, вот как такое хобби все больше и больше занимало его внимание. Но постепенно он обратил внимание на то, что все вот эти сведения, все вот эти контактеры, все вот эти истории об инопланетных существах, их начинает отречать вот какой-то один и тот же дух и одни и те же последствия. Он убедился в том, что все вот эти контакты, что вообще весь интерес к этой теме, он привносит в жизнь человека разрушительное начало. И постепенно это наблюдение привело его к тому, что фактически под видом всей этой уфологии, под всей вот этой вот маской доброжелательных, таинственных, загадочных и по-внеземному мудрых инопланетян скрывается просто оккультизм. Кто же тогда эти инопланетяне? И вот тут Альберт Ильзефович открыл, что на самом деле все вот эти многочисленные истории об инопланетянах давно и хорошо известны человеку. Но только в прежние времена, когда у человека было более здравомыслие и больше веры, он достаточно четко, то есть человек, определял все эти явления как явления демонических сил, как общение с существами демонического порядка, с бесами. За всеми этими большими ушками, глазками, зелеными раздутыми головами этих внеземных человечков обнаружились давно скрываемые и плохо скрываемые хвосты, копыта и рога все тех же самых бесов, которые могут явиться человеку, безусловно, в любом обличии, в каком только не поживают и не захотят, и уж точно могут создать, в общем-то, видимость любого вот такого явления, которое будет угодно воспринять современному человеку. Вот такое наблюдение и вот такие выводы, которым пришел академик наук Альберт Азефович Вейник. Когда он убедился, что 30 лет занимался скрытой формой оккультизма и фактически изучал всевозможные бесовские явления и проявления, он понял, что ему необходимо обратиться наконец-то к религии. Но это казалось не так просто. За 30 лет он просто плотно увяз вот в этих сетях оккультизма и только с третьей попытки сумел креститься. Ему просто было не дойти до храма. В первый раз он плохо себя почувствовал, не смог дойти до храма. Во второй раз уже прямо в храме упал, получил сотрясение мозга, не смог креститься. На третий раз он уже пошел с группы поддержки, с друзьями, которые довели его благополучно до храма, проследили, чтобы над ним совершилось святаянство крещения. И Альберт Азефович стал православным рабом Божиим Виктором Вейником. И последние годы своей жизни провел в неукоснительном исповедании православия как такой настоящий православный подвижник науки. Смерть его была тоже такой трагической. Враг ему отомстил из-за его обращения, из-за те обличения, которые он вызвал в публикации своих выводов, и своих материалов, в том числе и на эту тему. Были и другие темы. Альберт Азефович много лет занимался также изучением деятельности тайных обществ, что тоже не очень полезно бывает для здоровья, как выясняется в результате. По пути в храм Альберта Азефовича сбила машину прямо на тротуаре, которая не становилась, преследуя его, пока его дне сбила насмерть этого подвижника науки и православия на его пути к храму, присутствию за божественной литургией. Враг не любит обличений, не терпит их, но, тем не менее, это нас не останавливает от того, чтобы говорить и возвещать правду и истину. И все вот эти представления о инопланетянах, они действительно носят такой демонический характер, и разделяемые хотя бы в малой степени, они приносят человеку духовный вред. Удивительно, интуиция верующего православного человека, которая открывала ему суть этих вещей, даже без такого долгого, трудного и обходного, можно сказать, пути, которым шел Альберт Азефович Веник. В 80-е годы я занимался тем, что собирал этнографические материалы, представления жителей Псковской области о нечистой силе, которая бытовали среди еще там сохранившихся представителей такого коренного традиционного населения Псковщины. И вот в одной глухой деревушке, в которой жило всего три человека, которая лежала довольно далеко от любых центров современной цивилизации, куда дорогу-то прокладывал весной и осенью тракторист, который там жил, вот 80-летняя старушка рассказала мне несколько достаточно ценных местных «быличек», так называемых, ну, то есть таких вот рассказов о столкновениях местных жителей с нечистой силой, иллюстрировавших их представление об этом предмете, который вот тогда меня как ученого занимал. И к этим историям, вполне, в общем-то, понятным, традиционным, вписывающимся в общую, что называется, парадигму представлений о нечистой силе, характерных для нашего русского крестьянства, по крайней мере, северо-западного, вот вдруг всплыло и несколько рассказов, которые эта простоватая бабушка сообщила об каких-то летающих тарелках, каких-то инопланетянах, которых видели там, которые видели здесь. И еще тогда я как-то, ну, поначалу как курьез воспринял то, что в ее сознании вот эти проявления выстраиваются совершенно в одном ряду всех вот этих каких-то бесовских чудесностей. И только потом я понял, насколько же все-таки была вот простая мудрость в этой сельской женщине, которая своим чутьем безошибочно узнала общую суть этих явлений, что вот каких-то сохранившихся в ее памяти сведений о контактах с нечистой силой, которые были на селе. И, так сказать, в тот же ряд вполне органично встали и современные искушения о каких-то явлениях загадочных инопланетян. Для этой женщины рога и копыта и в том, и в другом случае были вполне очевидны. А я, так сказать, лишь годы спустя понял, насколько эти вещи тождественны. Ну и действительно, кстати говоря, знакомясь с какими-то этими мифологическими историями, невозможно не поражаться тому, насколько под кальку зачастую они повторяют собой какие-то истории о демонических силах, которые произошли намного раньше. Ну, например, достаточно такой нередкий мотив вот этих вот историй об инопланетянах — это мотив такого похищения с последующим сексуальным эксплуатированием жертвы, которым подвергались всевозможные женщины, рассказывавшие о своем опыте, о том, что инопланетяне держали их в плену на своих летающих тарелках, ставили над ними опыты и заставляли их, там сказать, как-то рожать каких-то инопланетян. Существует целый ряд подобных же памятников 16-го, 17-го века, фольклорных свидетельств этнографических, которые повествуют точно такие же истории, в которых женщин похищали и в 16-м, и в 17-м, и в другие века, но похищали бесы, селили где-то в труднодоступных местах, в каких-то лесах, также совершали над ними всевозможные насилия, и женщины эти там тоже рожали вот этих самых бесенят каких-то по их рассказам. Понятно, что в каком-то смысле, в реальности ни того, ни другого не происходило. Все это та сила иллюзий, которую демонические существа имеют власть, имеют способности наводить на сознание современного человека, точно так же, как наводило его и на сознание человека более отдаленных от нас времен. Понятно, что никто никаких бесов не рожал, как и никаких инопланетян в действительности. И все это происходило. Это особая форма издевательства, такого бесовского унижения, которые бесы в том или ином виде, будь то обличие им свойственное в представлении человека 16 века или 20 и 21, совершают для унижения божественного достоинства человека, богоподобного достоинства, и святости, например, материнства. То все это просто одна из форм вот такого демонического насилия, демонической жестокости, которые так отличают собой все вот эти многочисленные рассказы о явлениях инопланетных вот этих сил, точно так же, как и сил демонических. Вы помните, вот в 90-е годы все эти инопланетные, в кавычках, существа настолько обнаглели, что я помню, например, даже случай, когда за одной монастырской машиной с двумя монахами на протяжении примерно 20-30 километров по небу неслось преследующее их огромное инопланетное тело. И бедные монахи молились, отмаливались от этой напасти, как могли, и все это происходило, собственно, не где-то, а в Центральной России. Но вот просто благодаря тому, насколько вот эта человеческая вера, насколько вот этот разгул и распоясность бесовских сил, которые сумели внедрить представление о себе как инопланетянах в человеческое сознание, вот позволило себе уже, так сказать, в общем, принимать вот и такие образы, выходить за все какие-то возможные рамки. Так что, в общем-то, конечно, в этих самых инопланетянах нет ничего нового. И вообще, собственно говоря, даже тот характер, в котором они нашли отражение в современной культуре, он явно свидетельствует об их настоящем происхождении, ну, начиная хотя бы с знаменитого романа Герберта Уэльса «Война миров». В 1897 году этот своего рода такой современный провидец новых ценностей, новой культуры, британский писатель Герберт Уэльс публикует свой роман «Война миров», в котором на современную ему Англию нападают марсиане. Очень характерно начало даже самого этого романа, в котором писатель описывает, что многие годы за человечеством с другой планеты наблюдают чьи-то внимательные, холодные и злобные глаза. Очень точная характеристика, которую он дает этим марсианам, которые вполне подходят и тем силам, которые с течением времени и с легкой руки Герберта Уэллса начинают маскироваться под всевозможных марсиан или выходцев с каких-то еще более далеких планет. Вот это развитие образа хищного инопланетянина, перед которым человек практически беззащитен или вынужден с большим трудом вести против него борьбу, получило очень широкое распространение в массовой культуре. В особенности оно усилилось с появлением знаменитой франшизы «Чужие» или «Чужой», снятой Ридли Скоттом в сотрудничестве с швейцарским художником некрофилом Гигером. Ну, так сказать, для тех, кто не знакомы с творчеством этого «замечательного» в кавычках художника, я бы даже и не рекомендовал с ним знакомиться. Но, в общем, плодом мрачного таланта явилось вот такое представление об этих каких-то чужих, которые вселяются в человека, способны паразитировать на нем, разрывать его на части. О чем все это говорит на самом деле? Что это такое? Это свидетельствует сразу о нескольких вещах. Во-первых, это говорит о том, что современное искусство начинает заниматься тем, что обслуживают бесовские хотелки и бесовские мечтания, помогают сделать их зрелищными и распространить их на огромное количество людей. Ведь это, собственно, заветная мечта и устремление всех этих демонических существ паразитировать на человеке, внедриться в него, захватить его, подчинить его своей воле, уничтожить его. Это то, к чему, в принципе, эти существа стремятся вообще в силу своей злобной вот этой вот природы. Художники ставят свой талант, кинематографисты на службу этим пожеланиям для того, чтобы украсить их всевозможными такими яркими чертами и образами, посвятить им свои картины. Ну, в общем-то, мы видим, что кинематограф начинает, в общем-то, свой этап служения демоническим силам. И это в целом создает у человека ощущение неуютности существования в этом мире, угрозы. Ведь смотрите, как смотрит на небо Священное Писание, Библия. Небеса поведают славу Божию, творение руку его возвещает твердь. Небо, земное вот это небо, создано для красоты, для того, чтобы в богатстве, щедрости, божественного замысла украсить этот великолепный земной мир, венцом, центром которого является человек, является появление жизни, как начинает воспринимать этот мир человек в рамках вот этой современной мифологемы, когда весь этот окружающий мир создан для красоты. Внезапно в его сознании становится источником непрестанной постоянной опасности. Он смотрит на небо как на источник опасности, как на источник появления оттуда каких-то кровожадных пришельцев, которые придут, и вот тут, так сказать, барин приедет и так рассудит, что мало никому не покажется. Такое будет явление совершенно какой-то бесчеловечной силы. Это воздействие литературными художественными средствами на сознание современного человека, ведущее к постоянному нагнетению такого тревожного человека, тревожного состояния в человеке, состояния страха, чтобы человек не прославлял Бога за красоту этого мира, а боялся, ожидая встретить в нем вот такой какой-то ужасный подвох. Не случайно в 1938 году, когда в Америке была совершена радиопостановка знаменитого романа Герберта Уэллса, огромное количество людей эту радиопрограмму приняли за сводку новостей. Началась невероятная паника, люди начали имитаться, они действительно поверили в то, что на землю высадились марсиане, стали искать, бегать, находить себе какие-то убежища от надвигающейся бури, пришлось даже делать специальные сообщения о том, что это художественное произведение, что это просто радиопостановка, и вот этот эффект он продолжает достигаться, пускай может быть не в таком шоковом виде, но тем не менее внедряется в сознание человека, и он глубоко и по сути противоречит восприятию человеком творения Божия, как сотворенного во благо человеку, сотворенного для красоты, и это очень серьезно меняет вообще тот психологический фон, в котором человек существует, делает его в том числе необычайно уязвимым перед воздействием вот этих сил. Мы видим, как на почве вот этой тревожности, вот этих страхов растет число психически больных людей, некоторые из которых доходят до того, что действительно вступают в контакт с космическим разумом, и ну все знают массу этих историй, когда какой-нибудь такой вот человек, которому с которым начал беседовать этот космический разум, потом идет и убивает кого-нибудь этому космическому разуму неугодного. Я помню тоже случай, когда один вот такой пациент психической больницы, сумевший скрыть свое состояние от врачей, был ими выпущен, и первое, что он сделал, это он уничтожил несколько алкоголиков, которых заманил себе на квартиру, напоил, потом перерезал им горло, сухожилия, отрезал головы, головы положил в сумку, отнес и выложил на городской площади перед памятником Ленину. Почему-то такая его фантазия посетила, и когда его арестовали по кровавому следу и стали спрашивать, почему же он таким образом поступил, он объяснил, что космический разум велел приготовить Землю для будущего пришествия внеземных космических сил цивилизации, для этого нужно очистить Землю от всех вредных элементов, ну вот вредный элемент, например, это алкоголики, нужно очищать Землю от тех, кто не достоин явления космических, инопланетных, превосходящих наш разум сил. И таких вот историй на самом деле огромное количество, да, то есть люди просто сходят с ума с разной степенью опасности для себя и окружающих под воздействием вот этих разлагающих душу страхов, в том числе подпитывающихся огромным количеством вот этих сведений о каких-то инопланетянах, ну потому что пища демонических существ это страх, их оружие это страх, страх это их любимое блюдо, их любимое лакомство, это то, чем они питаются, это то, во что они всячески стараются вверхнуть сознание человека, ну а боящимся удобнее всего манипулировать и легче всего манипулировать человеком. Поэтому вот и насаждается вот эта современная мифологема о каких-то таких инопланетных существах под разными предлогами о том, ну как же, столько же миров, неужели там нигде не существует жизни, а если она существует, то почему бы ей не долететь до нас и не вступить с нами в общение. И так человек совершенно теряет и забывает о своей уникальности в этом мире, об уникальности жизни, уникальности, связанные в первую очередь с тем, что весь этот мир, невзирая на то, сколько в нем галактика, сколько в нем содержатся всевозможных отдаленных миров, все это сотворено одним, единым Богом Пресвятой Троицы. И только единожды во всей истории вторая ипоста Слова Божия воплотилась на земле нигде нибудь, не для зеленых каких-то гуманоидов, для нас с вами, чтобы принести нам вечное спасение, чтобы обожить человека, возвести его в божественное достоинство, благодатью Святого Духа. И вот об этом уникальном даре Божьем, об этом уникальном статусе человека в истории всего мира мы с вами как-то можем, рискуем забыть, если позволим себя убедить в том, что существуют другие миры, другие цивилизации, другая жизнь, и что эта жизнь может каким-то образом повлиять на наше с вами существование. Поэтому вот эти представления об одопланетянах являются не какими-то безобидными фантазиями современного человека, но являются большой существенной опасностью, угрозой вероучению православной церкви, поэтому мы с вами сейчас и беседуем о ней нигде-нибудь и на православном канале Экзегет, потому что на самом деле все вот эти представления об инопланетянах являются одной из форм и одним из выражений современной квази-религии, с ее вот такой вот искаженной забесовленной демонической верой, которую всячески пытаются прикрыть благовидным, каким-то загадочным, мистическим покровом, пробудить интерес к себе, привлечь к себе человека и на самом деле затянуть при этом в глубины совершенно такого демонического мировоззрения, духовного расстройства и вечной погибели от чего-то избавит нас с вами Господь наш Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров